Доброе утро, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня мы с вами будем кушать, как вы уже поняли. Я приготовила вот такое вот блюдо, которое даже не знаю, как называется. Это овощи, которые я пожарила. Пока есть все эти овощи на прилавках за копейки, думаю, почему бы не приготовить. Приготовила огромную кастрюлю. Сегодня с утра встала в 6. Хорошо, что у нас внизу есть супермаркет, который работает круглосуточно. Купила там вот такие вот крылышки и взяла тортик Марс. Как я это все буду сочетать? Все очень просто. Едим и ни о чем не запариваемся. Обычно бабушка ничего не ест из того, что я готовлю. Но сегодня бабушке настолько понравилось, что она попросила добавку. Прикиньте. Просто потушила помидор, картошку, баклажан. Мы когда раньше в деревне были, на лето я уезжала как бы в деревню, у нас соседка постоянно готовила. Она просто сама в огороде сажала. Вообще так прикольно, когда у тебя в огороде растут баклажаны. Я вообще очень люблю баклажаны. Особенный их аромат. Ну, в общем, прикольно. Идешь в огород, срываешь все, что тебе надо бесплатно. Идешь домой и готовишь себе что-то. Мы раньше в детстве всегда с соседкой играли. Когда были маленькими, играли типа в кухню. Типа мы готовим что-то, дети потом это кушают. Ну, как мы готовили? Просто из песка, из грязи что-то готовили. И как-то нам в голову пришла идея сорвать баклажаны. И, естественно, мы их кушать не собирались. Просто для игры. Потом ее мама так ругаться начала. Что вот я выращивала эти баклажаны, чтобы мы с вами чем-то питались. Ого все испортили. Хотя мы срезали всего 4 баклажана. Вроде немного. В общем, я очень запомнила этот момент в своей жизни. После этого не ходила особо к ним играть. Боялась их маму. Еще любая трагедия. Любая ситуация в детстве, она кажется нам трагедией. Вот это крылышки. Копченые. Стол, который стоял вот здесь вот, в этой комнате, на котором я снимала мукбанки. Я решила сэкономить и в свою квартиру не покупать. Стол, а просто взять этот. Это чисто в целях экономия. Открутили все шурупы. Парень сказал, что приедет. И поможет перевезти стол на другую квартиру. Я села снимать видео. И сейчас понимаю, что мне ужасно некомфортно сидеть за этим столом. Знаете почему? Потому что не здесь у меня нету пространства. Не здесь. Я этот стакан не могу поставить сюда. То есть он очень узкий стол. Это другой стол, который я взяла из своей комнаты. И, блин, сейчас думаем. Открутили ножки у стола. Собрали все. Запаковали. И теперь все это дело. Обратно разбирать. Просто рабским трудом занимаемся. Ей-богу. Какие они острые крылышки. Я даже не ожидала. Поэтому всегда надо слушать родителей. Мама мне несколько раз сказала, что, Айка, тебе такой стол еще и на этой квартире. Нам понадобится. Не надо его собирать. Ну, я решила сэкономить. Потому что реально столько расходов с квартирой. Я даже с одной стороны очень рада, что мы купили квартиру не под маяк. Потому что у нас почему-то в Азербайджане есть такая особенность. Мастера, которые приходят к тебе что-то чинить, что-то делать. Они, когда видят женщин, начинают обманывать. Была одна неприятная ситуация, когда нам проводили касс. Даже не хочу останавливаться на этом. Да ладно. Итак, выбрала один вопрос. Привет, Айка. Аппетитно кушаешь. Спасибо тебе за видео. Пожалуйста. Мне очень приятно, что ты смотришь. Живу я в Азербайджане и очень не нравится система образования здесь. Когда ты поступала, было то же самое. Вопросы очень сложные. С каждым годом порассуждай, пожалуйста, на тему образования в Азербайджане. Вы знаете, у нас как? Например, ты заканчиваешь школу. Я не знаю, как в других странах. Пишите в комментариях. Например, 10-11 класс. Ты идешь по репетиторам. В большинстве случаев в школу тоже уже дети не идут. А чисто к репетиторам. Потом государственный экзамен, по результатам которого люди поступают в универы. И что я могу сказать на этот счет? из всей страны максимальный балл, это то есть 700 баллов, набирает где-то 10 человек из всей страны. Это о чем говорит? Это говорит о том, что вопросы очень-очень сложные. И по большому счету ребенок, который не ходил к педагогам, поступить в универ, у него шансы минимальные просто. Вместе с нами учился мальчик русский. Даже не помню, как его звали. Ну, в общем, он был отличником с 1 по 11 класс. Но он не ходил по репетиторам. Как вы думаете, куда он поступил? Никуда. Очень странная система. Все ходят по учителям. В школе почти уже 10-11 класс уже ничему не учат. Если бы я была бы не знаю, министром образования и так далее, что бы я сделала? Какие корректировки я бы внесла? Как у нас в универе на экзамене было? 60 вопросов? Из них тебе попадется 5. Сделайте окей. 10 тысяч вопросов, 20 тысяч вопросов. Создайте какой-то сборник вопросов и ответов. И пусть дети просто учат эти билеты. Если человек выучит все, естественно, он поступит. не выучит, не поступит. Потому что иногда ты идешь к учителю, и ты даже не знаешь, какой вопрос тебе попадется и какой именно тема. я просто чисто от себя могу сказать, я по географии получила вопрос по теме, который я вообще не проходила. Мне просто нарисовали такую речушку и вопрос. Определите по формам реки какая-то река. а мы такой вообще не проходили. Такие тесты вообще не проходили. То есть, мне кажется, было бы круто, если государство создало бы условия для тех людей, которые не имеют возможности идти по репетиторам, но в то же время хотят поступить, хотят заниматься, имеют какую-то усидчивость. Например, у меня такой сборник вопросов и ответов. Там до хрена вопросов и ответов сразу же. Вот. И ты можешь просто это зубрить. Я конкретно знаю, что из этих, например, 10 тысяч вопросов мне попадутся мои 25. Правильно? Логично? Мне кажется, идеально. Есть семьи, где 3-4 ребёнка. До каждого к репетитору. В мои годы было то же самое. Я поступала сколько? 5 лет назад. 5-6 лет назад. Моя учительница по географии Царства и Небесное, она, к сожалению, скончалась. У неё был рак. Ну, в общем, она была таким человеком. К сожалению, для неё самое главное было получить свои деньги. И она сажала в группу и по 7 человек, и по 8 мы сидели. И как бы все ходили к ней, поэтому я тоже ходила к ней. Просто потому, что все советуют её. А в конце, к сожалению, опять же, из группы, в которой я сидела, не могу отвечать за все группы, потому что я их просто не знаю, но мы сидели в группе 8 человек, и у нас никто не набрал 20 правильных ответов. То есть у нас обычно как? По географии 25 вопросов. И по этим 25 вопросам ни один ученик не написал 20. Я не говорю все 25. Даже был мальчик, который прям всё зубрел. Всегда приходил идеально подготовиться. И он набрал 20. То есть максимальное количество баллов не набрал никто. Я не слышала. А всё почему? Конспекты, которые она давала, в экзаменационных вопросах были вопросы, ответы на которые не имелись в её конспектах. Вот так вот. Поэтому, понятное дело, меня никто слушать не будет, но мне кажется, было бы очень круто. если бы все знали вопросы, которые могут попасться тебе на экзамене. Был бы какой-то сборник, у кого было желание, сидели и зубрили всё это дело. И родитель тоже мог проверить, насколько его ребёнок хорошо подготовлен. Взять, например, эти тесты, задать пару вопросов ребёнку и посмотреть, ответит ли он на этот вопрос или нет. Это вы знаете, дети тоже очень часто врут. Когда я ходила на историю, вместе с нами ходила девочка, и она постоянно списывала у нас. Вот прям постоянно. Как списывала? Например, педагог нам задал дома сделать какие-то тесты. Она приходила, например, за 5 минут раньше на занятия и просила у кого списать или просто писала в WhatsApp, что скинь мне, пожалуйста, ответ, и я сверю со своими. Получается, её родители, конечно, это не моё дело, но всё равно было бы хорошо, если бы был бы банк тестов, так скажем. В общем, её родители платят деньги два года на всех этих репетиторов и просто с человеческих каких-то соображений жалко её родители. Тем более деньги им доставались очень сложно. Родители думают, а, ну хорошо, занимается ребёнок и так далее, ходит по репетиторам. Ничего, сейчас на бесплатный поступит. У нас ещё, знаете, были пробные экзамены. И она на этих пробных экзаменах что делала? Пробных экзаменов было два. То есть, так как учеников очень много, всех принять и всех проверить было сложно. И было два экзамена. Ты регистрируешься и можешь с первой партии пройти этот экзамен, вопросы там одни и те же. или со второй. Что она делала? Первая партия сдавала экзамен, уже у них на руках были вопросы и ответы. она просила у кого-то опросник с ответами и уже на экзамен шла, зная ответы. Там три варианта было. Всё три варианта просмотрела. Приходила домой, показывала и нам ещё хвасталась, говорила, вот, знаете, я наберу скоро 700 баллов, а просто возьмёшь этот опросник, ей задашь какой-то вопрос, она ничего не знает. И в конце она не поступила даже на платное отделение. Поэтому, если сейчас вы готовитесь к универу, я вам вот от чистого сердца говорю, не обманывайте себя. Вы можете обмануть родителей, учителей, не знаю, кого угодно, но не из себя. Завтра на экзамене вам никто не поможет. На этом всё. Всех люблю. Целую. Пока.